Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рада видеть здесь всех, потому что время сейчас такое, что мало, встречает людей в таком большом количестве. На самом деле, я готовилась подобную лекцию читать чуть меньше года назад, и сейчас перед этой лекцией глянула на свои записи и поняла, что изменилось примерно все. Кроме этого прекрасного места в нашей жизни изменилось все. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как язык отражает эти перемены. Есть много понятий, метафор про язык. Некоторые считают, что язык — это зеркало, оно отражает. Другие думают, что это река или океан, которые несут волны времени. И в своей преамбуле к лекции я написала, вот они волны накатывают, исчезают, остается ли что-нибудь на песке. Но, честно говоря, мне больше всего нравится метафора, что язык — это газ. И мы с вами им дышим каждую секунду. И я хочу, чтобы вы были внимательны к тому, чем вы дышите. Называется моя лекция «Меткие слова» и «Слова метки». Это, конечно, такие условные понятия, но они между собой очень различны. Начнем мы с понятия «слова метки». Друзья мои, все времена в истории человечества отмечены какими-то определенными словами. Их немного. Слова метки обладают двумя свойствами. Во-первых, они должны быть в свою эпоху частотными, высокочастотными. Их должны знать почти все или все. И второе, они должны быть актуальными. Они должны точно соответствовать своему времени. Давайте я приведу пример, чтобы вы поняли, что такое слова метки. Эпоха Горбачева, конец 80-х. Три слова у нас в топе. Корпус текстов того времени проанализирован очень легко. Как вы думаете, какие слова? Перестройка, гласность, плюрализм и открытость. Вы совершенно правы. Четыре слова. Совершенно верно. Далее, соответственно, интересно, что все эти слова, друзья мои, находятся в верхнем слое слоеного пирога, который называется наша лексика. Если вы представите себе, что у нас три этажа. Средний этаж, самый широкий и нейтральный лексика. Это слова, которыми мы пользуемся каждый день, почти все. Верхний этаж, так называемая высокая или книжная лексика. Это не только поэтические слова, это еще и слова публицистические. Все эти слова из верхнего этажа, они заряжены воздухом, открытостью, большим количеством энергии. И это очень странно, что сегодня в то время вспоминают в основном в темных каких-то цветах, потому что те, кто жил в то время, это очень хорошо чувствовал. Полным антиподом тому времени была эпоха. Нет. Дальше. Вы молодцы, вы не попадаетесь на эту провокацию. Люди говорят 90-е. Нет, мои дорогие. 90-е не были антиподом того времени. Антиподом того времени является наше время. Потому что в этом пироге есть дно. Низкая лексика, это вульгаризмы, это бункер и все прочее. Не буду много тратить времени на политику, но мы с вами дышим, друзья мои, сероводородом. И так к нему принюхались, что уже не замечаем, что все слова, которые нас окружают, сегодня нельзя пока посчитать, какие будут самыми частотными. Она утонула или мочить в сортире. Это делают историки после нас. Но все они заряжены негативной энергией. И все они, друзья мои, очень агрессивны. Поэтому мало того, что мы и так-то живем в тяжелые времена, 20-й год принес нам еще много удивительных совершенно открытий. И поговорю я только про события последнего времени. Я тут по ошибке, значит, частотность как раз изучала, набрала в поисковой строке 20-20 и поставила по ошибочке запятую. Что мне выдал Google? Что ты делаешь? Остановись. 20-20, что ты делаешь? Остановись. Это крик души многих-многих людей. Потому что мы с вами действительно оказались в таком потоке событий и в таком потоке непредсказуемых совершенно ситуаций, что хочется эту карусель остановить. Почему карусель? Почему не кораблик? Ну потому что, смотрите, первая волна, вторая волна, голосование, один пикет, другой пикет. Суды мелькают просто как в окошке поезда. И действительно хочется эту карусель остановить, а она все быстрее и быстрее крутится. И давайте сейчас мы с вами предположим, у нас уже есть некие представления, какие слова-метки будут про 20-й год. Молодцы! На самом деле, безусловно, это мировое событие. До июля на первом месте было слово не ковид, а корона. Начиная с августа мы стали называть его, как весь мир, весь мир называет его ковид, а мы слово обрусило, это нормально, говорим ковид. А еще у нас есть слово для внутреннего потребления, и тут вы, наверное, уже не вспомните, это было так давно. Какие еще идеи? По частотности у нас, друзья мои, какое? Пандемия? Нет. Пандемия – это все из той же оперы. Корона, ковид, пандемия – это все одна история. Обыск. Обыск. Обнуление. Обнуление, совершенно верно. Друзья мои, когда началась эта замечательная история с поправками в Конституцию, я как филолог очень сильно обрадовалась, потому что я думала, что сейчас поправки дадут нам огромное количество народного словотворчества. Это удивительно, но поправки никого не вдохновили. А вдохновило людей слово «обнуление». Друзья мои, интересно, что какие-то слова цепляют нас, какие-то нет. Обнуление – это номер один, только к одному этому слову, которое как черт из табакерки выскочил из нашей думы. Удивительное слово. В течение двух недель было зафиксировано 300 новых образований, новых вариаций. Я вам кое-что сейчас покажу. Соответственно, это то, что выскакивает, то, что мгновенное, то, что острое, то, что колкое. Это и называются меткие слова. Меткие слова, друзья мои, возникают всего двумя способами. Я сегодня хочу вам об этом рассказать. Вы все в этом можете поучаствовать. Метких слов много. В отличие от слов меток, слова метки, друзья мои, это слова уже существующего словаря, которые есть где-то уже, когда Горбачев сказал гласность и перестройка, эти слова уже были в языке. Меткие слова могут быть абсолютно новыми. Мы можем их сами сконструировать. Еще в 90-е годы замечательный филолог Михаил Эпштейн начал вести проект под названием «Проективный словарь». Это слова, которые могли бы быть, но по каким-то причинам не возникли. И мы их как бы предлагаем миру. Из сотен этих слов остаются, конечно, единицы. Вот что такое меткие слова и слова метки. Ну а сначала давайте вернемся совсем на короткое время назад. Прошел сегодня 30 октября. Сейчас я вам покажу, какие меткие слова. Зафиксировал еще один прекрасный проект, называемый «Словарь перемен». В сентябре 2020 года. Месяц прошел. Меткие слова. Крепкий картошек. Инаугурация и другие приключения. Шурика. Удаленушка и братец Диванушка. Путин не новичок в политике. Мои дорогие, вот вам календарь сентября. Надо сказать, что когда я это увидела, я была потрясена, потому что все это кажется мультиком из прошлого. Сейчас все опять поменялось. 30 дней прошло, мы живем в другую эпоху. Но вот что касается, друзья, моего этого списочка прекрасного. Здесь существуют все способы образования метких слов. Картошек. Это у нас вскрытие структуры слова. Это первый прием. Первый прием взять структуру слова и что-то в ней поменять местами. Или добавить, или убавить, вставить корень или другую буковку. А другое, то же самое удаленушка, да, это проективное слово. Его могло бы не быть, его нет в языке, его придумали. Это слово, которое просто по законам русского языка, но оно новенькое. Ну а все остальное, друзья мои, это игра контекстов. Второй способ – это вскрывать не структуру слова, а контексты вокруг него. И я хочу вам сказать, что кроме метких слов существует еще множество способов фиксировать изменения в нашем представлении о мире. Это анекдоты, это остроты, это стишки, в том числе садистские стишки, это карикатуры. И вот тоже отправляю вас. Я, как лектор опытный, всегда говорю сначала источники. Есть замечательный телеграм-канал «Незанимательная антропология», который все собирает, в том числе и слухи. И слухи – это тоже газ нашего времени, которым мы дышим. Сейчас мы в основном только и дышим слухами. Не зря у нас тут Штирлиц, потому что, естественно, я не буду сегодня рассказывать анекдоты, кроме одного, который был в сентябре 2020 года. Самый короткий, самый простой анекдот. Пьют чай Штирлицу Навальный. Навальный падает, новичок думает Штирлиц. Штирлиц актуализировался у нас самым естественным образом, как вы понимаете. Вот то самое, что я обещала вам показать. Слово номер один в начале 2020 года. Это даже, мои дорогие, еще было до пандемии. За две недели 300 нового образования. Я взяла буквально кусочек из словаря перемен. Вперед в обнулевые, не больше двух обнулений подряд. Обнулятина второй свежести. Нулинтина Нулишкова. Совсем обнулил, все нулем. Пропускаю кое-что. Обнуличка, обнулень матушка. Владимир Обнуленский, обнули он. Прыг в котел и обнулился. Обнулись и самоизолируйся, потому что сразу вслед за этим началось вот это удивительное и очень, конечно, тяжелое время, в котором мы с вами живем. Я специально здесь, друзья мои, такую картинку подобрала, которая рассказывает нам о том, что мы, в общем, живем в мире высокого искусства и очень сложной, термяжной такой правды. И, конечно, вы вот сейчас, наверное, следите за тем. Просто приведу вам еще пример, как мгновенно меняются острые слова. Слова острые, колкие, все это. На примере Белоруссии. Просто меня фотография на эту мысль навела. Вот, например, слушайте, за три недели буквально применялись четыре раза названия тех людей, кто сегодня в основном бегает по улицам Минска. Сначала их назвали изнасиловики. Потом решили, что можно будет их быстро обуздать слабовики. Не прошло. Потом были тихари, когда они напялили на себя балаклавы. Потом оливковые человечки, черные человечки. А сейчас, и я, мои дорогие, делаю прогноз, через 3-4 года, пожалуйста, проверьте, права или нет, слово, которое сейчас воспринимается как острое словцо, будет словом меткой. Для белорусов, во всяком случае, это слово карателя. Вы понимаете, как меняется вот эта составляющая смеха и плача, и вот горя внутри этих слов. И это самое интересное, что все эти слова, меткие слова, они обладают одним свойством. Они вызывают у нас острые эмоции. Они вскрывают, что такое у нас, что должно выдавать эмоциональную реакцию. Вот этим они и отличаются. Вот она, наша с вами эпоха. Я пропускаю огромное количество слов, которые фиксировали события, но про них уже были весной. Вот она у нас с вами, новая эпоха. КОВИД и АДА, КОВИДИАДА по типу ИЛИАДЫ, 2020, Вторая мировая волна. Ну и шутки типа ДНЭ теперь означает не до нашей эры, а до начала эпидемии. Прекрасная иллюстрация, где у нас Илья Муромец или кто это у нас в маске. Значит, все это действительно сегодня тот газ, которым мы с вами дышим. И, мои дорогие, я приведу сейчас вам только один маленький пример из группы. Это группа слов, связанная с пандемией. Это только название групп людей. Значит, очень маленькая лексически, соответственно, группочка. И вот мне просто хочется посмотреть, вы уже помните вообще, что с нами всеми происходило? Застрянцы, это кто такие с ковидом связано? Это те, кто оказался, да, за границей, когда у нас с вами были. Слушайте, я уже не говорю про такие слова, вы все их помните, карантикулы, да? И, соответственно, как это называлось-то, нерабочие дни, чего-то там, в общем, какая-то... Да, я даже не буду это повторять, то, что нам официально органы говорили, потому что меткими эти слова назвать нельзя, а словами-метками уже можно. Дальше. Голоморды, это актуально и сейчас. Коронапофигисты, понятно, кто это такие. Сидидомцы и погулянцы, это антонимы, друзья мои. Мы, видимо, с вами все погулянцы. Мы здесь все с вами. Ковидиоты, ну, это классика, соответственно. А вот это мне очень нравится. Удалендиированные. Это тот, кто на работе, но работает из дома. Они одновременно дома и в командировке, да? Удалендиированные. Это только лишь люди. Хочу сказать по поводу этого то, что на самом деле очень важно знать. Мы с вами сейчас, конечно, не очень адекватны, потому что мы все оказались в стеклянной банке, и как жуки или тараканы, кусаем друг друга. Во всех этих словах очень много адресий. Это ведь наши же с вами, да, соседи, коллеги по работе, наши домашние все в этих словах. Вот насколько эти слова на самом деле, если разобраться, злые. Мы не знаем, кто над нами проводит эксперимент. Мы тыщемся в это стекло, думая, что мы увидим, что там за стеклом. И, конечно, сегодня, да, огромное количество теорий заговора существует. Друзья мои, отсылаю вас. Великолепное вышло интервью у Шихман с Ильей Яблоковым. Теории заговора называется. Он, кстати, рассказывает, откуда берутся слова-метки типа лихие 90-е. Это выдуманное слово. Его приклеивали уже из 2007 года, и поэтому оно, конечно, не отражает суть того, что было на самом деле. Есть люди, которые слова эти сочиняют специально. Но вот то, что я вам привела, это, конечно, народная стихия, народное словотворчество. Вот еще одно. Фразы. Фразы бывают, конечно, разные. Это, друзья мои, Александра Архипова. Она преподаватель, она прекрасный антрополог. Она собирает как раз весь фольклор, который нас окружает. Это ее фраза. «Не выходи из колумбария, в ковидарий попадешь». Да, слушайте, колумбарий – это вообще-то конец. А здесь алогичная фраза. Сначала колумбарий, потом ковидарий. Кто не знает, рассказываю. Колумбариям называют мои коллеги, преподаватели вузов. Экран, когда ведешь занятие в Zoom, вот эти окошки очень похожи на ячейки на кладбище, соответственно. И если ты выйдешь из Zoom в эту жизнь, тебя ждет большая опасность. Ну и вот по поводу Zoom только для своих коллег-преподавателей. Zoomится, вразумится, вразумляться, безумный чел. Все это опять-таки, да, друзья мои, примета нашего времени. Конечно, никто из нас и слова такого Zoom-то не знал. Ну никто, многие знали, конечно, но никто не пользовался каждый день им. Ну и вот, мои дорогие, то, что я справа привела пример, это как раз стишок. Их огромное количество садистских смешков, стишков. Дети в подвале играли в ковид, дворник чипирован был и привит. Значит, это садистские стишки, значит, они, соответственно, опускают нас опять на самое дно. И вот я, честно говоря, даже не знаю. Ну вот, уже надоело находиться, нужно, конечно, смеяться, но в то же время страшновато. Вот еще один прием, удивительный прием, друзья мои. Это плакат «Иди и Беларусь». Это новый прием, мы еще такого не видели. Это уже грамматический каламбур, когда другая часть речи, глагол, возникает на базе существительного. Да, соответственно, я уж тут не удержалась. К этому плакатику присоединила прекрасный норативный портрет Светланы Тихановской. Просто его выполнила моя дочь, художник Анна Фонсонова, простите за нескромность. Но вот каждый штрих на лице Светланы – это события, которые произошли за последние два с половиной месяца. Мы живем в удивительную эпоху, друзья мои. А это призыв, как каждый плакат «Иди и Беларусь». Мы еще увидим с вами это по отношению к другим событиям. Это тоже у нас сегодня поставщиком вот таких каламбуров, конечно, в том числе является и Беларусь. Значит, «Мне без лука картошку», да, соответственно. Это игра грамматическая, просто показываю вам как прием, третий прием. У нас есть нарушение структуры слова, у нас есть с вами нарушение контекста и есть грамматический каламбур, когда мы вдруг слово узнаем как другую часть речи. «Хватит я, батька, страну» – другая часть речи. Карл Маркс говорил, что человечество, смеясь, прощается со своим прошлым. Я переначала эту фразу, друзья мои. У нас хватает событий в нашем настоящем. Человечество, смеясь, переживает настоящее. Мы действительно с вами можем сейчас над этим посмеяться, но просто взгляните, сколько событий. Я сама подбирала эти слова на мой вкус, их сотни, их тысячи. И я хочу, чтобы вы сказали мне, какие события совсем недавнего прошлого нашли отражение в словах. Такая маленькая проверочная работа в конце занятия. Раз в Челенинград прославился этот город. Стало актуально недавно, пару недель назад. Опять, значит, это дело у нас судебное по отношению к профессору, доценту Соколову, оно всплыло. За поправочники. Вот я говорила вам, слово поправки почти ничего не родило. Одно из немногих слов, связанных как раз с началом года. Четыре слова из одной блистательной совершенно ярчайшей страницы нашей истории, про которую просто не было времени рассказывать. Четыре слова вы сейчас все вспомните. «Заразительное голосование», «Шатровая голословка», «Плебистыд» и «Цик Шапито». Мне кажется, все сказано. И на самом деле это все четыре разные способы сочинять острые меткие слова. Учитесь, все очень просто. Дальше, новое событие, совсем недавно. Комск, и к нему же травительство Российской Федерации. Все понимают, о чем я говорю. Тут молодые люди понимают. Вот еще одна чудесная игра тоже слов. Кстати, очень мало Хабаровск породил метких слов. Это говорит только об одном, о нашем равнодушии. Только об этом. Но вот фразочка мне страшно нравится, это из типа «Беларусь». «Фургал, фургалю и буду фургалить». Да, друзья мои, глаголы – это действия, которые можно совершать. Я из той же оперы. «Губернатор Бан шик». Ну, потому что шикарно, да, в бане, в общем-то, провел свою молодость этот самый губернатор. Гоптимизация медицины – это то, с чем мы сегодня имеем с вами дело. И это как раз тот самый сероводород, в котором мы плаваем, потому что губ у нас все, куда ни кинь у нас губ. Это действительно очень страшно. Неделю назад, да, экономический форум, и наш с вами президент говорит, не колышет. Опять-таки, вспомнил Михаил Сугеевич, я вообще не фанат Горбачева, но представить себе, что на плену мне первое лицо так разговаривает с людьми, но это вообще невозможно. Где мы с вами оказались, друзья мои, это просто удивительная история. И вот наша терпильность, она бесконечна. Наша терпильность и наша сервильность, она бесконечна. И поэтому, конечно, хочется только одного, чтобы вот эти сероводородные времена закончились. То, что мой коллега, прекрасный филолог Гасан Гусейнов назвал клаачным языком, чтобы мы больше им не дышали, чтобы мы вышли в какие-то другие, в том числе со всем вместе миром, в какие-то другие времена, в какие-то другие ситуации, где мы снова будем с вами искать слова в этом верхнем слое, где много воздуха, где есть открытость, гласность и, главное, есть будущее. Спасибо. Спасибо.